Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями в студии Махач Курбанов и короткий анонс. Дожди, принесшие горе. Найдены погибшими от селевого потока несколько человек, пропавших в горах. Поиски продолжаются, пока все не будут найдены. Девять новых детских садов планируется сдать в этом году в Дагестане по нацпроекту «Демография». В ближайшее время откроются два. Подробности в нашем выпуске. Застывшая эпоха на фотографиях, а лица – свидетели времени. Лицо кавказской национальности, так называется, открывшаяся в музее Тахагоди фотовыставка. Пропавший без вести турист из Санкт-Петербурга найден мертвым в Гунипском районе, сообщает Следственный комитет региона. 37-летнего мужчину селевой поток унес на 4 километра от Карадахской теснины. По последним данным, также нашли и тело 52-летнего жителя села Купа. Его вместе с «Газелью» унесло рекой к началу Ирганайского водохранилища. Обнаружено и тело женщины 1969 года рождения, находившейся в автомобиле седьмой модели, которое унесло селевым потоком 23 августа в Хаджал-Махиле Вашинского района. Тело было обнаружено в 150 метрах от моста в селе Майданское у Цикульского района на берегу реки. Продолжаются поиски ее сына 2001 года рождения. Пропавшими без вести еще считаются турист из Москвы и один житель Левашинского района. Напомню, 23 августа ливневые дожди в горных районах привели к поднятию уровня рек и к селевым потокам. Спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана продолжают поиски. Задействованы кинологи и беспилотные воздушные средства. К поискам подключены сотрудники полиции, местное население, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Сотрудники МВД на пропускном пункте Артезианский обнаружили в рейсовом автобусе посылку с сильнодействующими веществами. Водитель транспорта пояснил, что неизвестные попросили передать данную посылку из города Котельники Московской области в Хасавюрт. Отмечу, что в настоящее время проводится следствие для установления лиц, причастных к преступлению. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является сильнодействующими веществами, запрещенными к свободному обороту. Препараты Лирика и Тропикамид общей массой около 6400 граммов. Следственным отделом ОМВД России по Тарумовскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Украл и потратил подозреваемые в краже 250 тысяч рублей, задержанные в Махачкале. С заявлением в отдел полиции по Кировскому району обратился 32-летний житель города Южно-Сухокумск. По его словам, из салона рейсового автобуса у него похитили рюкзак с деньгами. Оперативники по горячим следам задержали водителя автобуса 37-летнего жителя Москвы. В отделе полиции мужчина в садейном сознался, отметив, что уже потратил похищенные из рюкзака деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Сорвал рюкзак с деньгами. Где это было? В автобусе ехал в Москву, Махачкал. По дороге нашел рюкзак без хозяина. Взял его, присвоил. Что находилось в рюкзаке? Денежные средства. 250 тысяч. Что сделали с деньгами? Потратил. На что? На свои нужды. В Дагестане проработают механизм обеспечения безопасности при установке зиплайнов. Накануне председатель правительства Республики Дагестан Абдул Патах Амирханов провел совещание по вопросу обеспечения безопасности и определения поднадзорности аттракционов зиплайн. Роуп джампинг и банжи джампинг. Как рассказали в правительстве Республики, в последнее время подобные устройства стали популярны среди туристов. Они установлены во многих локациях, в том числе в Хунзакском, Казбековском, Акушинском, Гунипском и других районах. Напомню, что житель Хунзакского района, работавший инструктором, трагически погиб, спасая туриста на местном зиплайне. При соблюдении мер безопасности трагедии можно было избежать. В настоящее время следственным управлением по Республике Дагестан в районе ведется расследование. Аттракцион закрыт. Реализация нацпроекта «Демография» идет быстрыми темпами. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 9 дошкольных учреждений. Председатели правительства Республики Дагестан Абдул Патах Амирханов и мэр столицы Салман Дадаев проверили готовность двух детских садов Махачкалы к открытию. Тему продолжит Карим Даниев. Два современных детских сада, по 200 мест каждый, построены в поселке Сулак и в микрорайоне Досаов. Дошкольные учреждения возвели в рамках реализации нацпроекта «Демография». В двухэтажных зданиях детских садов обустроены просторные спальни, игровые комнаты, пищеблоки, актовые залы, учебные и спортивные зоны. Благоустроены и дворовые территории. Оборудованы детские площадки. Ранее на объектах были выявлены некоторые нарушения. В ходе осмотра делегация проверила, все ли замечания были учтены и насколько объекты готовы к приему детей. То, что мы не увидели, там, да, здесь подрядчик установил, был вытяжной шкаф, да. А вот это гофрированная, если она повторится. Да, гибкую подрядчик. То есть они везде одинаковые замечания и зависит от подрядчика. Замечания получили, мы сравним сейчас. Да, идея постараться до первого числа запустить садик. Председатель правительства Дагестана в целом положительно оценил состояние объектов и поручил в короткие сроки устранить недочеты, чтобы детские сады были полноценно готовы к приему детей. Площадка есть. Надо усилиться, надо попробовать все-таки запустить, но запустить полноценно. С трех сторон нужно. С недоделками лучше не запускать. Ну так, давайте всех поставим до первого числа. А то, что вот глава села говорит, сколько детей надо сделать, хорошо, тоже не проблема, подходите, пообщаются. Уже все не записано, очереди и все. Может, очереди не ставят, а... Нет, наши дети в Махачкалу, у кого есть возможность, в Махачкалу возле. Но это тоже, кто-то у нас здесь дать потребность. Всего же в рамках национального проекта в Махачкале до конца года планируется ввести в эксплуатацию 9 детских садов на 1540 мест. Карим Даниев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Мэр Махачкалы встретился с руководителями компаний-перевозчиков. В ходе встречи обсудили вопросы увеличения транспортных средств на маршрутных линиях до нормативов. По словам Салмана Дадаева, эта тема актуальна в преддверии начала учебного года, когда пассажиропоток увеличится. Я же с вашими водителями тоже общался. В час пик бросаются все на линию, перехватывают друг друга. Каждый едет, подбирает всех. Две маршрутки проехали, всех собрали, в том числе и стоячих. Следующая едет, там семь человек максимум набрало. Это уже от водителей зависит. Ну, это не от водителей, это же вы должны организовать выход конкретного количества и интервальности. Руководителям транспортных компаний еще раз напомнили о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Ключевой темой разговора стала рекомендация мэра рассмотреть возможность внедрения системы быстрых платежей. По его словам, это не только уменьшит риск распространения коронавирусной инфекции, но станет серьезным шагом к реализации проекта «Безналичный регистан». К слову, территориальное отделение Банка России готово оказать содействие по внедрению системы. Также в рамках беседы Дадаев отметил, что на стадии разработки находится внедрение социальной карты для льготного проезда маршрутных такси и общественном транспорте несколькими категориями пассажиров. Асфальтирование дорожного полотна идет на улице Минеральное в Махачкале. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация произвела гридирование на расстоянии чуть больше полукилометра. Дорожники уже приступили к покрытию асфальтом проезжей части. Завершены работы по установке бордюрного камня и обустройству тротуаров. Отмечу, что на текущий год ремонту подлежат 96 улиц столицы. С начала года Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз более 166 тысяч тонн фруктов. Госинспекторы провели вторичный фитосанитарный контроль продукции, возимой на территорию России из Азербайджана и Ирана. 22 товарные партии косточковой продукции, зараженной карантинными вредными объектами, недопущены к ввозу. За указанный период общий объем таких грузов составил 390 тонн. Отмечу, что за нарушение владельцы грузов привлечены к административной ответственности, а товар возвращен в страны-экспортеры. Муфтий Дагестана встретился с финалистами конкурса по книге «Благонравие праведников», которые приехали из различных регионов России. Духовный наставник рассказал гостям о цели написания своего труда. Шейх Ахматофанди отметил, что книгу, собранную из высказываний великих ученых и праведников, он составлял в первую очередь для себя и своей семьи. По моей книге делают конкурс. Правда говоря, неловко я чувствую, когда говорят, что моя книга, потому что кто такой я, чтобы книгу написал, и кто такой я, чтобы по моей книге конкурсы проводили. Мне это очень неудобно, неловко я чувствую. Я рад тем, что вы изъявили желание изучать. Еще раз я повторяю, не из-за того, что это моя книга, а из-за того, что это слова хороших людей, святых людей. За их святость я свидетельствую, они все хорошие люди, кого я цитировал. Шейх также подчеркнул, что путь, к которому призывают праведники, упомянутые в этой книге, и есть путь искренности и благочестия, путь познания своего создателя. В завершении Муфти пожелал участникам и их родным счастья в обоих мирах. Лицо кавказской национальности. Под таким названием открылась фотовыставка в музее Тахагоди. Это работы 31 автора из 12 районов и городов республики, фотохудожников и любителей из семейных и частных архивов. В экспозицию вошли 100 черно-белых снимков дагестанцев, сделанных в период с 1930 по 2000 годы. Подробнее о выставке расскажет моя коллега. Здесь главные герои, старики и пожилые горянки. Выбор не случайен. Авторы преследовали фактически единственную цель – рассказать и показать истинное лицо Кавказа, чтобы сломить навязанное клише. Вы знаете, мы когда придумывали этот проект, хотели доказать там, в Москве, в России, что мы такие хорошие, что вы неправильно о нас думаете. А оказалось на поверку, что он был нужен нам, в первую очередь, этот проект, чтобы мы сами себя зауважали. Важно, знаете, чтобы люди поняли суть народа нашего. И эта выставка, она как бы отвечает на этот вопрос. Что у Кавказа, у Дагестана доброе, открытое и очень доброжелательное лицо. Черно-белые снимки – некое путешествие по времени и пространстве по древней и богатой стране гор. Они рассказывают о нравах, обычаях, традициях, характере, истории и культуре горцев, живущих на Кавказе. Пожилой человек – это уже то, кем он является, кем является он как часть народа. И задумка была такая, чтобы собрать фотографии из семейных альбомов, из каких-то публикаций, не постановочные, мы не заказывали специально. Мы объявили народный сбор через прессу. Впервые фото-документальный народный проект «Лицо кавказской национальности» был представлен в 2001 году в Каспийске, после чего имел огромный успех и был показан во многих городах России и зарубежья. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов. Телеканал ННТ Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам рассказать на сегодня. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова